Продолжение Минфина о корректировке налоговой системы обсуждают бурно, причем как свершившийся факт. Закон еще не принят, но дата его вступления в силу уже известна, если, конечно, парламент одобрит. На то, чтобы пройти стадии от отрицания до принятия, у населения и бизнеса есть время до 1 января следующего года. Изменения затронут все основные виды прямых налогов. Налог на прибыль, НДФЛ, упрощенную систему налогообложения, НДПИ и другие. Кого коснуться нововведения и насколько будут ощутимы? Давайте разбираться. С нами на связи кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и управления Владивостокского государственного университета Андрей Корень. Здравствуйте, Андрей Владимирович. Здравствуйте. Андрей Владимирович, давайте начнем с НДФЛ. Я напомню тем, кто забыл, а может быть и не знал, как Минфин предлагает изменить в этой сфере налоговую систему. Те, чей доход превышает 200 тысяч в месяц, то есть 2,4 миллиона в год, будут платить больше. То есть у кого доход до 5 миллионов 15 процентов, до 20 миллионов 18 процентов, до 50 миллионов 20 процентов и для доходов свыше 50 миллионов рублей 22 процента. Но опять же Минфин заявляет, что большинство россиян это не коснется, они будут платить, как и платили, 13 процентов НДФЛ. Вот авторы законопроекта называют такую систему справедливой. В чем, по-вашему, справедливость? В некотором смысле под справедливостью они понимают прогрессивную шкалу налогообложения, необходимость которой назревала долгие годы. Ее блокировали неоднократно на уровне Государственной Думы и тут вот наконец ее принимают. То есть принцип справедливости в налогообложении означает, что чем больше ты зарабатываешь, тем больше ты платишь. Понятно, что параметры такой справедливости в каждой стране совершенно разные. То есть где-то действительно ставка начинается с нуля процентов. Мы все понимаем, что в России такой ставки не было никогда. То есть у нас минимальная ставка 13 процентов. Но с другой стороны максимальная ставка не так высока. То есть действительно такой принцип справедливости он есть в налоговой системе. Я защищал 15 лет назад диссертацию по налогам. И там несколько принципов базовых заложены. К сожалению, не все они были учтены в этом законопроекте в новом. Но один из них учтен. Это прогрессивная шкала. Ну а что, на ваш взгляд, не учтено? Ну первое. Эти уровни не будут индексироваться на величину инфляции. То есть вот сейчас нам дают 200 тысяч рублей в месяц. И ты вроде как богат. Ты начинаешь 15 процентов платить. Кто-то радуется, что мы-то меньше получаем. Ну надо понимать, что вы получаете пока меньше. Инфляция сделает свое дело. И со временем вы будете получать больше. Ну пусть не в этом году. Через год, через два, через три. Законодатель сознательно не закладывает индексацию. То есть эти 200 тысяч, они навсегда. Через 10 лет, я думаю, мы все с вами будем получать 200-300 тысяч. Кто-то 400. Вы сами удивитесь. Ну это первое, что не было учено. Я считаю, что это было сознательно оставлено, не проиндексировано на величину инфляции, для того, чтобы база налоговая у государства постоянно росла. Второй принцип, который был, я считаю, ярко нарушен или сознательно забыт, я не знаю, как тут лучше сказать. Налоги на имущество абсолютно не тронули. То есть, ну такой пример, да, человеку, у которого 10 квартир, который не работает, он платить фактически не будет почти ничего, да. Ну что это значит? Он будет за сдачу своих квартир получать наличные, да, и платить крошечный налог на имущество. Я со своей квартирой трехкомнатной плачу полторы тысячи рублей. И НДФЛ я плачу, ну, условно говоря, я не знаю, сколько там, 100-150 тысяч, да. То есть, это несопоставимые налоги, то есть, налог на имущество существенно меньше. И, ну, на мой взгляд, специально налог на имущество не трогали в интересах тех, кто этим имуществом обладает в России, к сожалению, да. То есть, у нас по-прежнему, да, по-прежнему у нас средний класс получается основной налогоплательщик, да, люди только-только начали зарабатывать, и вот тебе опять налоговая нагрузка ложится вот на средний класс. Богатые как, для богатых ничего не меняется, для сверхбогатых тем более. Ну, многие вот хлопают в ладоши, говорят, что сейчас богачи вот эти, кто 50 миллионов получает, сейчас они раскошелятся. Ну, нет, я сразу хочу сказать, что в налогах вот эти люди богатые по 50 миллионов, которые получают, они получают не НДФЛ, не зарплату они получают, да. Они выводят деньги в свое юридическое лицо, да, и по факту они платить, может быть, вообще ничего не будут. Это вот, понимаете, мы с вами, простые люди, храним деньги в кошельке, да, на банковской карте, а богатые люди хранят эти деньги на юридических лицах, то есть в компаниях, и они могут туда их выводить, вообще оттуда не забирать, займами выводить. То есть, к сожалению, для тех, кто 50 миллионов получает, ну, на мой взгляд, почти ничего не поменяется, они умеют эти вопросы очень эффективно решать, ну, потому что у них сам механизм не такой, как у нас. Ну, вот смотрите, налоги на прибыль тоже увеличились с 20 до 25 процентов. Бизнесмены, вот, по крайней мере, на ПМФ опрос был бизнесменов, они, в принципе, лояльно к этому отнеслись, но при этом каждый второй рассчитывает на инвестиционный налоговый вычет. Ну, все правильно. Прибыль вообще такая категория, я вам честно скажу, прибыль можно нарисовать сейчас любую, если у вас ОООшка, да, например. Вот, тут вопрос, с одной стороны, честности, в другой, того, насколько ты на виду, да, вот. Да, то есть, расходы, да, расходы, какие ты себе нарисуешь там, ты можешь такие нарисовать, что и прибыли не будет, да, если у тебя цель не получать эту прибыль. Ну, в России много государственных компаний, Роснефть, например, Сечин, да, Газпром, Миллер, я думаю, они будут по-честному платить с прибылью 25 процентов. Это, конечно, даст доходы в бюджету, но тут, видите, в чем дело, идет перекладывание денег из одного кармана в другое у государства, они, эти компании, и так государственные. Ну, они могли бы дивидендами заплатить эти деньги, ну, налогами заплатят. И я вот боюсь за то, будет ли реальный прирост в финансовых показателях, да, и, конечно, кто фактически понесет эту нагрузку налоговую. Ну, вот 1,6 триллиона рублей рассчитывают заработать за год по увеличению налога на прибыль. Как вам кажется, это реальная цифра? Сложно говорить. В моем окружении много людей получают зарплату в конверте, и для них это новый стимул вернуться туда, где они были раньше. Не выходить из серой зоны, да? Вот, но если вдруг администрирование налоговых органов будет эффективным, налоговикам прибавят зарплату в 2-3 раза, и они начнут хорошо-хорошо ловить, отслеживать, это было бы достижимо, но это все такая задача нетривиальная, тут смотря как к ней подойти. Может, они заработают триллион рублей, да, например, начнут бороться с нелегальной издачей квартир более эффективно. Кто его знает, может и получится навести порядок, но пока этого же нет. Ну, то есть риск ухода зарплат и дохода в серую зону, по-вашему, велик? Да, я не знаю, но тут пусть каждый решит сам. Среди моих знакомых все смеются над этим законом. Ну, все смеются, они говорят, ну, какие льготы, какие льготы там на детей выдали, нам в полтора прожиточного минимума на человека. То есть отец и мать должны получать 60 тысяч рублей, то есть если они уже богаче 60 тысяч в месяц, значит, они типа богаты и вычет им не положен. Ну, смеются все. Все почему? Наверное, государство забыло обратиться к ученым в этот раз. На уровне Минфина они это все разрабатывали, а вот посмотреть, как в других странах, да, что провалится точно, что не провалится, вот здесь забыли немного. Ну, а как в других странах, где лучше? Чей опыт можно было бы использовать? Ну, мое мнение, нам подошла бы китайская система такая американская. Лично мое мнение, я, вы знаете, защитник интересов дальневосточников, я вообще считаю дальневосточником на доставку НДФЛ, ну, максимум 6% ставить. Этот вопрос настолько назрел, но такой у нас отток с Дальнего Востока идет. Я во всех СМИ, честно говоря, этот вопрос поднимаю, чтобы нашелся вот человек, который этот вопрос начал выносить наверх. В Штатах и в Китае очень сильно регулирующая роль налогов, то есть там регионы, нуждающиеся в этом, они имеют более низкие налоги. Вы знаете, жители Аляски намного меньше платят, например, налога, там, огромную субсидию получают. И в Китае есть примеров, очень много я вижу таких. А вот про нашу Арктику и Дальний Восток, но совсем забыли, а народ ведь уезжает, десятки тысяч людей. Ну, мне кажется, регулирующая роль налогов, она не задействована сейчас, как в других странах, о нас забыли, к сожалению. Вы вот прям про Дальний Восток, я поняла, но Арктика, окей, есть уже еще крайний север, а есть еще новая территория, а есть Крым. Да, 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 я про это и говорю. Да, да, да. Я про это и говорю. Донецк, Луганск и Дальний Восток, они нуждаются в 6% ставке максимум. И, честно говоря, если бы я имел политическую волю, я бы обнулил эти ставки, даже не 6% сделал, а 0%. Ну, конечно, Дальний Восточникам надо бороться за свои права как-то немного. А вы думаете, что это поможет? То есть это снизит, это реальный стимул для снижения оттока населения? Да, да. Я абсолютно убежден, что отток населения замедлится с ростом доходов, это удерживающий фактор будет. Этот отток не остановится, несомненно, но он будет сдерживающим. Чем больше будет дифференциация доходов, это хороший замедлитель оттока населения, и он везде показал свою эффективность. На Аляске тоже жить в Штатах никто не хочет, но они платят там большие деньги, и там народ удерживается. То есть примеров масса, ну... Да, я бы хотела еще ваше мнение услышать по поводу IT-компаний, для которых хотят ввести пониженную ставку налога на прибыль в 5% до 2030 года. Такое ощущение, что IT-компании нам просто как воздух необходимы, а все остальные как-то вот не очень. Я не права? Ну, согласен. IT-компании нам необходимы, мы отстаем от развитых стран в IT-сфере, значит, нужны льготы. И здесь мы видим типичный пример регулирующей функции налогов. Эту функцию, я считаю, надо распространить не только на IT-компании, но и на жителей Дальнего Востока, Донецка и Луганска. Про упрощенку хотела с вами поговорить, вот тоже 350 миллиардов рублей хотят собрать после изменения системы налогообложения, но, насколько я понимаю, там как раз в меньшей степени коснется, ну, меньшего количества населения коснутся изменения. Ну, сейчас рассвет малого бизнеса действительно идет, и вот они хотят, скажем так, небольшие предприятия там свыше 60 миллионов рублей на НДС пересадить. Ну, здесь решение вообще максимально спорное, видите, то есть малый бизнес, он говорит, нам, может быть, это кому-то и самим надо, да, может быть, нет. Действительно, проблема есть такая, что большие предприятия маскируются под малые. Такая проблема всегда была. И они хотят некую демаскировку сделать, да, создать условия, чтобы было невыгодно маскироваться. Вот, в частности, история блогера Блиновской, которая дробила там свои компании на мелкие, хорошо показывает, что в ручном режиме сейчас таких товарищей только ловят, и по-другому никак. Но страна-то же огромная, в ручном режиме всех не переловить, они хотят автоматизировать это как-то. Надеюсь, надеюсь, что все у них получится. То есть в теории этот механизм может сработать? Да там, по большому счету, небольшая инновация, да. Они вот хотят сделать, чтобы те, кто маскировались, по сути, они начали бы НДС платить. Потому что НДС такой налог, он очень много денег дает в бюджет. Но ставку они поднимать, понятно, что в этот раз не стали, они боятся инфляции, которая зашкаливает сейчас из-за роста денежной массы. И НДС тут, ну никак сейчас его дергать нельзя, видите. И они ввели на такую категорию малого бизнеса, вот от 60 миллионов рублей. Ну, а на кого еще, так чтобы оно не повлияло особенно на инфляционное давление, да. Ну, вот так. Ну, надо вот понимать, что налоговая система такая штука, она весьма субъективная. Тут очень можно спорить до бесконечности, да, что и как лучше. Но, а факт будет виден только через год. Вот, когда 25-й год начнется, и мы с этой новой налоговой базой 24-го года отработаем год, посмотрим, действительно там все вышло, как задумывали или нет. Ну, смотрите, а если все-таки представим себе идеальную ситуацию, что все вышло, как задумано, на что, как вам кажется, в первую очередь нужно направить вот эти налоговые сборы? Да, тут выбора нет, понимаете, бюджет-то дефицитный, то есть денег в принципе везде не хватает одновременно. Триллион рублей дефицита, ну, на что направить? Ну, на СВО, мне кажется, направить надо. То есть сейчас большая проблема здесь в той части, что дефицит финансовых ресурсов определенный есть. Ну, медсин, ты как раз говоришь. Ну, я тут боюсь свое мнение говорить, как бы, видите, совершенно точно надо как-то поддержать военных, то есть платить им вовремя заработную плату, чтобы не было там обманутых, обманутых в этих новых регионах. Да, если государство пообещало им поддержку, совершенно точно, но, наверное, там оно обязательства свои должно исполнить. Ну, я надеюсь, оно и так будет, даже с дефицитом все. Ну, Минфин-то вот про оборонку как раз не особо говорит, а говорит о семьях, о детях, о здравоохранении, о помощи больным детям. То есть вот на эти сферы хотят направить? Ну, в моем кругу есть люди, которые получают субсидии на детей и получают свыше 100 тысяч рублей неофициально. Я знаю таких семей очень много. С точки зрения государства, надо им еще больше субсидий давать. Я сижу, думаю, а надо ли? Они ведь специально, неофициально работают, не платят ни копейки налогов, да? А вы хотите еще больше денег им давать? И все дело ведь в том, как подойти к решению вопроса. На бумаге эта семья бедная, а по факту она богатая. Как с этим быть? Администрирование хромает в налоговой системе у нас. То есть по документам они нуждающиеся, а так ездят на Лексусах вся семья, да? И получают субсидию на детей. Здесь не все так однозначно, но если действительно семья нуждается, ну, надо их поддерживать, конечно, да. Но вот не хочется, чтобы было много ошибок. Сейчас вот только-только начали понимать, что, например, получающие гражданство люди, имеющие, например, шесть детей там где-то в Узбекистане, в Таджикистане, они на этих детей получают огромные выплаты от государства. Нужно увеличивать там поддержку, если ребенок родился там и никогда в России не жил, и, может быть, не будет жить. Стоит этим детям платить в разы больше или не стоит? Я хочу спросить у наших зрителей, да? Тут каждый сам ответит на этот вопрос. Главное понять, кто действительно беден. А пока это понять не получается. Ну, да, пока как-то вопросов больше, чем ответов. Ну, поживем-увидим, если парламент одобрит, корректировки могут быть приняты Госдумой в весеннюю сессию, то есть до 4 августа. Ждать, в общем, осталось не так долго, да, если с 1 января 2025 года нововведения войдут в силу, ну, увидим, будет справедливость налоговая или нет. Спасибо вам большое за интервью и за ваше экспертное мнение. У нас в гостях был экономист Андрей Корень.